Уважаемые коллеги, сегодня я проводим рабочую встречу с точки зрения законности и соблюдения прав участников для вилоков строительства жилей. В работе группы принимают участие работники и права прокуратуры области, министр строительства ЖКХ, заместитель прокурора вилоков, заместитель главы администрации города Саратов, представители состройщиков. Вопрос соблюдения законодательства о защите прав граждан и пострадавших действиями застройщиков всегда имеет особое важное и приоритетное значение в работе группы. Мы видим, что вопрос восстановления нарушенных прав дольщины и местное управление не допустим. Счетом услуги на сегодняшний день подлежит обсуждению проекта и положения в поселке победы застройщики, которые поступают в ОВСИАН, СХЖВК-3 и ЗАОЖВК-3. Слово о стручившейся проблеме предоставляет заместитель прокурору Лонского района Черепанова. Продолжение следует. Проект 5 по генплану, в том числе со строенными и пристроенными жилыми и нежилыми помещениями. Строительство объектов осуществляется в соответствии с условиями договора о совместной деятельности, заключенных между ОВСИАН, ОВСИАН, ОВСИАН и СХЖВК-3 и ЗАОЖВК-3. По многоквартирному дому номер 1, 282 участников полевого строительства, срок сдачного дома был запланирован на 31 декабря 2020 года, степень готовности составляет 31%, количество квартир 720, необходимое в настоящее время сумму на достройку 548 миллионов рублей. Имеется действующее разрешение строительства до 20 декабря 2020 года. По многоквартирному дому номер 5, участников полевого строительства 207, срок сдачи был запланирован на 30 июля 2020 года, степень готовности составляет 78%, количество этажей 12, сумма необходимого на достройку данного дома 61 миллион рублей. Разрешение на строительство подлино до 31 декабря 2020 года. С декабря 2019 года строительство данных домов было приостановлено из-за возникших финансовых трудностей у застройщиков ООСК ЖБК-3 и ООПП ЖБК-3. Со стороны ООСК ЖБК-3, которые также у нас присутствуют на данной площадке, согласно договору о совместной деятельности, были выполнены обязанности по договору о совместной деятельности в части технологического присоединения, коммуникации и строительства вне площадочной инженерной сети у каждого дома. Министерство строительства ЖКХ в 2020 году проведено анализ 12-х хозяйственных деятельностей общественной деятельности ООСК ЖБК-3, в результатах которого факт вне селевого расхода дешевых средств участия в предыдущем строительстве не установлены. В настоящее время ЗАО ПП ЖБК-3 не имеет задолженность, которая обеспечена мерами предварительного взыскания в сумме 35 млн. рублей, в связи с чем у данной организации имеются признаки несостоятельности банковского. В настоящее время в отношении данной организации международной ФНС в России проводится вызданная налоговая проверка. Также согласно призвлению антидражного суда Саратовской области от 16 июня до 2020 года, судово первой инстанции приняты по возборству заявления кризитора ООО Снима признания данной организации несостоятельности банковского. С целью возобновления строительства данного квартирного дома была выдавлена схема, согласно которой заключены выполненные соглашения договора с совместными деятельностями общей строительства соответствующих сианом СК ЖБК-3 и ЗАО ПП ЖБК-3, в соответствии с которыми настройку данных домов должно было осуществлять общий строительство сианом СК ЖБК-3. В соответствии с объемом обязательств заключенного договора другого участия. В настоящий момент на 44 квартира, которые имеют строящиеся дома, в рамках соглашения, переданные университетам налогово-меньшительные мерные на регистрационные действия, в связи с имеющимися в службу судебных действий с половыми производствами. В связи с чем, также имеется ситуация, в соответствии с которой по общей сконечнике ответственности сиан, отсутствует финансовую расположенную достройку данного домов самостоятельно. Я поменял там с вами вопрос. А мы анализировали количество сумм, которые были неопределены? Нет. Нет. А почему? Потому что приняли, будем говорить, только те процентовки, которые они предъявили. Процентовки завышенные. Завышенные объемы там не завышенные, завышенная стоимость жезобетона, завышенные некоторые виды их затрат. И, соответственно, их приняли на слово. Вот и все. Ну, с учетом завышенных стоимостью тоже надо? Ну, так ее не анализировали. Вот мы проанализировали сами. Завышенный жезобетон у нас 14,5, а у них 30 тысяч. И МДС, который не может предъявляться застройщику. Да. Сразу вопрос имам. Ааааа. Аааа. 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 Такой, съм позовен на следствие момента. Такой. Ааа. Аааа. Но не мая, да смешите. Не смешайте. Значит, веке не върху, безпочекайте. Приступайте, значит, сами да приедем. Да ще включайте просуя мякото, бъде не будемо. Да. Да, да. Да. Ну да, аааа. Ну да, аааа. Минфлой, Рослингпоинг, на ОПЛЭ, по всеми компонентациям, получаем на протокол-класс, и находит ли мы еще на протокол-класс, или проверка, или мы будем заняться? Хорошо, значит, мы изменили, у нас приглашается структурировка, значит, проведем смс-народную встречу, возьми, и мы сейчас ходим. Еще вопросы есть? Кто еще? Я не знаю. Тогда, ребята, будут слушать медицинские встречи по поводу. Или еще два раза в числа. Если можно, я подозреваю. Да, конечно. Ну, сейчас была такая совещена в тех факторах, которые сейчас есть. Есть, чтобы хотелось бы добавить, что, в принципе, одно из первых досточек, по УКСЯН, выразил готовность к достойным рекламу действительно, но и с чем мы столкнулись. Мы столкнулись с тем, что на текущий момент, от многих всего прочего, всех финансовых вопросов, о которых сейчас уже проговорили, существует проблема признания наличия искового заявления в арбитражном суде по Радской области, учредителя одного из группы Катрии. Светлана Владимировна, суть этого судебного взбирательства вводит к тому, что они пытались признать недействительным, незаключенным, договор простого товарищества, договор помощи, договор о совместной деятельности, по которым эти три юридических признака вводить на все вот это дыло. И это приведет к чему? К тому, что последствия какие? К тому, что те взаимоотношения, которые сложились, они могут быть, сложно говоря, неисполнимы. Неоднократные предложения моделировать ситуацию между этими справами, и, в общем-то, это тоже препятствие, может быть, на этом сегодняшнем совещании, приглашая Василию Светлана Владимировна и остальных участников этого процесса. Мы хотели, конечно же, от них услышать понятное объяснение и понимать, какой дальнейший действий. И наши меры, соответственно. И второй момент, это тот, который препятствует у СИАН принять эту проектную площадку окончательно и полный уход на часть строительной работы, это как раз вот этот, по-моему, Светлана Владимировна, который, называемый складом вот этой финансовой несостоятельности этого проекта в сумме порядка 60, по-моему, миллионов рублей, да? Семидесяти миллионов рублей. Семидесяти миллионов рублей. Это как раз и стоимость этой ситуации на качестве его квартиры. То, что хотелось бы понимание в этой ситуации, но оно не так. И получается, что мы находимся сейчас на вот этой вот понимании. Отправной точке, от которой мы никак не можем отойти. Вся административная, административная института, чтобы он был сделан для того, чтобы начать не строиться. Так вот, по-моему, не слишком много. Вот, что-то занимается текущей ситуации. Еще одна проблема. Административная. 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 Объясните мне, пожалуйста. Вот по первому дому у нас качество квартиры делалось не только раз. Дольщика по этому дому 282. Четыре с лишним квартир осталось свободным. Это уже информация. У нас есть сейчас кучу вычку забросить, потому что квартиры продавались тому и большим основаниям. На достройку дома, согласно вам, и представленной информацией, необходимы порядка 500 грамм. Уложение 400 с лишним квартир достаточны для строения этого дома? Небо нет. Это по первому дому вопросу. Второй вопрос. Значит, по пятому дому. Продан квартир 207, в доме 367. Осталось 160 квартир свободно. На достройку нужно 61 миллион. Но я не поверю, что 150 квартир стоит 61 миллион. Подождите. Этого цифра, который нам дал Айон, который выявил, проверил, у каждого домовщика отработал, скажу так. Вы говорите про 44 квартир, которые у нас будет стоять. Если речь идет о том, что нужно на работе соглашение между тремя застройщиками подписать, то это количество свободных квартир, как я предполагаю, даже в последние цены на армию эксплуатирование, застройку дома платить должны. Причем здесь 44 миллиона квартир, которые рисованы в приставу. Какое отношение имеет к этим остальным квартирам, если там всего хватает? Ну все. 18 металлоков готовы на действие 60 партий. По обряд ли мне. А вам осталось 5 помещений. Это раз, два, пять, три. По обряд ли. 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 Это раз. И второй момент на этот вопрос. Наверное, правильнее. У нас присутствует подрядчик, который готов выделять свою площадку. Миша. Потому что он говорил про финансовые эти моменты. И Ксянов, тот, который готов приступить к этому разрешению проекта, в том числе и говорит про финансирование. Возможно финансирование. То есть вы говорите о том, что есть проблема и сомнения в тех договорах, которые сегодня сегодня есть, в плане оплаты. В плане их оплаты. Правильно? Ну, действительно, сомнения такие бы. Порядка 90 договоров были заключены с самого электрона. Одновременные политические криоты будут проверены установлено. Без фактической оплаты выплатов проекта в Министерстве Кыргызстане. Эти дела будут при расходах. И квартиры в Министерстве Кыргызстане. У меня все-таки ответили два вопроса. Количество свободных квартир в двух домах. В случае реализации. Достаточно ли будет для достройки домов? Либо нет? Ну, исходя из... Значит, правденькая, у нас квартира в стране не может стоить меньше миллионов. На сегодняшний день. И исходя из количества свободных квартиров, согласно отправке, которые мне предоставлены, вполне достаточно, чтобы закрыть вот это не хватает. Ну, давайте я отвечу. Что? Давайте я отвечу на это. Представьте сделать, я понимаю. Я директор ООО ЖБК-3 Захаров Сергея Александровича. Все. На пятом доме, на самом деле, осталось пять непроданных квартир. Пять непроданных квартир. В период за прошлый год, ЖБК-3 и СК ЖБК-3, были выведены квартиры на аффилированные свои организации порядка 107 или 108 штук. Они были выведены на группу компании ЖБК-3, где учредителем является Светлана Владимировна, а президентом группы компании является Константин Петрович Плюсниченко. Вот. В дальнейшем эти квартиры в части были реализованы третьим лицам, а часть они вернули назад в ЗАО и в СК, но только в части. И на эти квартиры был наложен арест на регистрационные действия, исходя из сорока четырех квартир. Пятый дом, он уже убыточный, первый дом еще можно вытащить. То есть вместе с первым? Пятый дом вытащит первый дом, если так вот проще сказать. Первый. В Министерстве с прессов ЖКХ документы имеются на проведение ревизии, с поручением он дотрон уже спустит. Все документы у вас есть? Да. Какая помощь нужна вам в движении просчетных счетах или в стороне документов? Ну, то, что мы запрашиваем в проверке движения просчетных счетов, у нас все в наличии, мы все вам передадим. Закрыло на момент конца... Сколько времени вам понадобится для проведения ревизии? Следующий вопрос. Правда, резервы документы и вам их собрать? Собрать, в обучении вы уже будете? Ну, я думаю, что две недели. У нас есть наличие. Попробую. Ладно, я буду здесь в догадках, конечно, чтобы вы даже представили. Колесниченко, Светлана Владимировна, Светлин Петрович, Андрей Николаевич, Вы просто однохомельцы? Нет, вообще. Это только. Желай и сын. Ну это плохо, что мы ожидали. Нет, мы так, ожидаем. То есть это, я так понял, одна семья, да, которая играет? Ну, как же куда? Ну, коллеги, я вообще, несколько недоумений, потому что у нас проблемы есть. Со стороны министерства нам официальное обращение о наличии бизнеса с того преступления направлялось. Прокуратура района информировала. Но на мой взгляд, из того, что мы сейчас наблюдаем, значит, здесь все-таки без сотрудников прокуратуры не разобраться. Да? И, значит, мы этим непосредственно займемся. Может быть, вопрос сбора документов займемся уже в проекте. Возможно, даже если будет. Мы не будем тратить две недели. Поэтому давайте так. Сколько объективного времени? Три дня вам хватит? Ну, все, за три дня нам нужно это выставить. Если нет, на четвертый день мы объективным запись будет. Так. Леонид Александрович, вы занимаетесь строительными работами по этим домам? Мы начали строить пятый дом. И есть все надежды, что в последующей неделе пекли. Ну, конечно, пока это еще строить обороты все. Слушай, я думаю, что мы все равно доберемся. Потому что квартир есть, просто надо их найти. Да, да. Надо разобраться. И, к сожалению, со стороны прокурора лучше меня вызывает вопрос. Мы уделяем этому вопрос. Может быть, с учетом того, что количество дел уголовных меньше, сказал, да? Но, значит, вопрос-то, актуальность этого вопроса никто не изменял. Ну, тоже Тихонов, тоже, значит, так далее. Мы в суде ломаем уже оправдательные приговоры и так далее. И будем все-таки добиваться привлечения циклического уголовного пыта. У нас есть определенная уверенность. Здесь, в первую очередь, не гражданское правоотношение одному. И вот это вот. Даже из тех вопросов, которые подготовлены, я наследую, что это попытка вывода денежных средств. Так, есть ли вам что-то добавить? Давайте я добавлю. Тебя, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует. Леонид Александрович, ну, по крайней мере, Леонид Александрович, ну, по крайней мере, Леонид Александрович, у них в двух ролях. Как куратор этого дома, это областной дом. А я по просьбе нашей исполнительной власти буду служить работу по этому дому. К счастью, он пока еще не признал, не признал проблемы. Да? У нас все-таки один из трудостройщиков пока не банкротится. Однако, мы с вами прекрасно видим, что все предпосылки к тому, что проблемы могут случиться, и серьезные у нас есть. Иосиф Валерьевич, докладываю, что на прошлой неделе, в прошлое света мы с дольщиками встречались на площадке с вашими подчиненными, там, прям, непосредственно на победе. Две недели до этого, если Леонид Александрович и Неспал Вячеславович, мы встречались с дольщиками, тоже там, на скорой площадке. Где-то месяца два-три назад, еще не будучи аккуратным этого дома, дольщики эти были у меня на приеме. Кстати, там много инициативных групп. И были депутатские запросы, в том числе и в прокуратуру. Можете тоже в основном дело положить, если вам нужны депутаты, какие документы и в дом. Но, я думаю, не нужны, мы тоже готовы все нависать. Что хочу сказать, коллеги. Ситуация с дольщиками именно этого дома, каждый дом, он, сами знаете, векционально очень проблемный. Здесь я не как юрист буду говорить, а как депутат. Здесь дольщики настроены крайне агрессивно. Я вижу, что они делают в соцсетях. Я вижу, что они пишут про нас с вами, в том числе и про сотрудников прокуратуры, про сотрудников Минстроя, прокурирующих депутатов. Кому интересно посмотреть ленту Вячеслава Викторовича, его сторонник в том же Инстаграме, вы увидите про себя и про нас много чего-прекрасного. Конечно, психологическую ситуацию мы как-то изменим. Я думаю, люди нам поверят. Но та позиция, давайте здесь буду говорить откровенно, которую занимает семья Кресниченко, все, кто был на встрече, Иосиф Валерьевич, были очень удивлены их поведением. Дольщики крайне агрессивно настроены. Потому что ни на один вопрос мы ответы не получили. Они вроде как с одной стороны идут на сотрудничество. Маленькие проблемы мы уже снимаем в течение этих двух недель. Например, был иск по Индресу о признании строки неизвестительным. Мы же прекрасно понимаем, что это от них, как Леонид Иванович, не в сотрудничестве. Она его отозвала. Но тогда, когда мы встречались в Среду, Кресниченко нам с вами, друзья, заявляет, что вообще-то свой туда зашел незаконный, и не те написали какие-то заявления. Но главный министровик, юридически, грамотно срабатывается. То есть нас с вами ждет не только отсутствие сотрудничества, а, я думаю, определенное противодействие. Здесь все люди опытные, все понимают, о чем мы говорим. Людей не пришло осознание того, что наказание неотвратимо. Я надеюсь, что до Ксиана дошло, раз они здесь с нами. Ну, мы уже видим действие. Хотя, вы понимаете, что мы с этим делом можем прославиться на всю Россию. Я объясняю, в какой части. Потому что законодательство в сфере на его устранстве не изменено. И сейчас мы вроде как работаем в тень, кто был за чертой, да, до вступления в силы изменений. А эти дома, они уже будут вот после. И сейчас все субъекты, а я с депутатами из разных субъектов общаюсь, как стараются эти ситуации купировать, чтобы напрямить на всю Россию. Вот она ситуация такая. Валерий Васильевич в курсе. Еще один вопрос, который я хотела бы с вами обсудить и получить ваши рекомендации. Мы вообще дольщикам, Юсиф Валерьевич, обещали завтра с Александром Михайловичем Стрелюхиным, встретиться на стройку по итогам нашей сегодняшней встречи. Вот есть у меня ощущение, что пока нам говорить не будет ничего. Но ничего нового мы не скажем. Или мы скажем, что для Лиды Александровичем, что мы выходим на первый итог. Потому что вот я сейчас выйду, и мы с Александром Михайловичем будем обсуждать. Потому что если мы придем их собирать опять просто поговорить, мы получим специальный вопрос, давайте говорить откровенно. Или как-то я и буду как связующий цветок говориться переноситься на следующий день. Как-то завтрашнюю встречу. Мы не выходим не по причинам, по каким-то финансам, пока они не стоят. Мы не выходим к тому, что технические выкатывания все нам передало. Но самое главное полностью разрушим те технологические связи, которые мы будем делать. Это сразу же это будет. Снастка, люди и прочее. Но в чем мы правы абсолютно, потому что вот эта ситуация с семьей, она, конечно, всех наблюдает. И она действительно действует. То есть мы анализировали ситуацию по-другому. Я имею в виду комитет ДУМ. С августа прошлого года. Там действительно разглаваться искусственник. То есть когда продают по 27, у нас были заявления, будут с августа прошлого года. Ну, условно говоря, продают по 27, а семейство и фисуют по 33. А потом еще бы от шумов, отчаяния, зрели временного приостановки, выводят под деревом в квартиру. Поэтому люди это все знают. И до чего мы все равно будем столько и видеть. Давайте откровенно говорить. Первый дом уже... Там же мы, мы все сами с дочерью понимаем, как работать. Но первый раз. Вы там видим кучу советчиков, всяких разных властей. В том числе, на мой взгляд, афилированных на Висиченко. Давайте говорим здесь честно. Есть группа молодежи, которые бывшие сотрудники администрации на Устуру. Не очень красиво. Мы дальше их поддержали, отстранили. Но идеи там перекрыть у Скульдемской шоссе. Вот оно реально так. Вот первый, пятый. Сейчас они успокоились. Я с ними на связи. Да, у них есть претензии в части того, что маленькая бригада вышла. Но тут на этот вопрос в прошлом следу ответил Александр Михайлович. И они как-то успокоились. Первый дом, нам что-то надо и будем говорить. Или мы говорим, что мы уходим в доме уголовное дело, и мы вот так. Или мы выходим в строительство параллельно, но нам надо какие-то конкретные вещи. Они же ждут от нас конкретных сроков. И понимать, там есть дом-соглашение, нет дом-соглашения. Коммуникация у Ксиана на первом этапе, как я вижу, не очень дольщики. Мы сейчас наладимся, я так думаю, да? В части там дом-соглашения они ждут. Мы что-то им будем давать? Дом-соглашения будем давать, когда будут понятные сроки. Три недели назад. Вот ни я его не видела, ни ночи. Хотя бы предварительно. Можно ответить? Можно. Я хочу сказать, вы говорите все правильно, кроме одних вещей. У Ксиан выполнял, будем говорить, определенную задачу на пристроительство этих домов. Вся задача выполнена на 100%. То есть у нас справки все предоставлены полтора года назад. До первого разрешения, дом должен быть введен в прошлом году, в июне месяце, чтобы это говорить. Поэтому он уже просроченный срок. Второй вопрос. Когда вы говорите, что мы там что-то поняли, вы должны понимать, что все эти годы, последние два года, мы обращались в органы исполнительной власти о том, чтобы влиять каким-то образом на Красниченко. И у нас есть все документы, подтверждающие это. Но, к сожалению, мы не имеем возможности влиять на другой хозяйствующий субъект. И нам отмечали, что все отлично. Поэтому еще есть один момент, который беспокоит, например, меня как учредителя Уксиана. По поводу субсидарки, которые мы будем нести к Сиану, как только заберем на себя дом, за все вот эти крутасы, которые сделал Красниченко за три года непостроенных, и кто не видел их, что не строилось ничего. То есть мы будем платить. И для меня это тоже важный вопрос. Два года впереди. Что касается долга, то есть, Владимир Владимирович, давайте у нас пристав здесь будет. Мы подавали же свои поручения. Быстро у нас тоже просила, они, я знаю, очень активно работали в последние две недели. И чтобы умеренно придет, так скажем, эти ситуации, эти 40 миллионов, кто внушит и взыскать и переложить его на другие. Пристав у нас до сколько денег вы нашли? Простой же скидку. Простой же скидку. Ну, то, что здесь, значит, отношения с Велесниченко надо принимать профессиональные решения в голову, которые не доведено, никто не обращал, но мы дадим оценку правильной прокуратуры, да, на места. Ну, я думаю, что профессиональная операция начнется буквально завтра. Она начнется. Значит, в том числе мы и, значит, если действительно те факты, которые в результате очень предельно частично подозреваются, наверное, оперативно, именно вооружение в голову, это и помогает как раз все аресты, и уничество данных товарищей. Ну, их нежелание здесь присутствует, ну, крайне подчеркиваю, должны просто игнорировать, чувствуют себя по какой-то причине неприкасаемо. Я не знаю, кто уж им дал такие отлично преференции, как всего, и на чем они основаны. Не понятно совершенно. Ну, возможно. Я думаю, что это очень пристальный вопрос. Мы частично не сможем заместить, там только полное объект. Я сказала, что я не могу. Ну, там хотя бы там 10 квартир в Ксиану, ну, будем говоря вот так вот. Мысль моя понятна? То есть вы хотите… Частянюка не может… Нет, они же квартиры, ведь, должны идти к Ксиану, эти 40 квартир, где достраивать. И вот сейчас ты ищешь другое имущество, да, на которое можно… А частями нельзя? У вас простая проблема. Нам это ничего не даст. У нас банкротство, которое может случиться в любой момент. Вы прекрасно понимаете, в течение трех лет любой будем говорить, отраженный управляющий оспорит все эти сделки. И для нас это вот что даст? Это понятно, но у нас все-таки вот… Мы не услышали все-таки реального ответа на вопрос, что у нас с остальными такой типами. Они есть, так есть. Они есть, да? Здесь вот надо все-таки, значит, нам пригласить специалистов на Росвъезд. Да? Да. Мы хотя бы должны получить реальную картину, значит, на ком… Она у нас есть. Зарегистрирована право на… Давайте посмотрим, насколько они образовывались, как обосновано, куда, значит, это же не безвозмездные сделки должны быть, по крайней мере, да? Да. Можно еще добавить? Я хочу сказать… Вот сейчас есть площадка, которая находилась у них на революционной, вот здесь, которая памятник архитектуры возбудили уголовное дело. Но есть информация, что они на этой неделе ее продали, эта площадка. Площадка достаточно дорогостоящая. В районе 100 миллионов они получили. То есть эти деньги могли пойти на закрытие всех долгов, еще чего-то для того, чтобы считаться и дальше будем продолжать строить. Или в конце концов надо строить. Но вот они продали. С группы компаний. Правда, это не с ЖБК, не со строительной компанией, а есть еще группы компаний. Но там они все аффилированные лица. Можно обратить внимание? Вопрос в делах мы также должны задать. Александр Юрьевич, посмотреть на предмет их предформности, да? Да. Соответственно, они в законе. И последствия в предформных делах они на раз позволяют нам более, так сказать, несколько, получить большую гарантию в плане отмечения ущерб. Да. Уже сделка в совершенном совершении закон. В последствии, значит, в случае признания с удовольствием, нам позволят как раз обратиться с кабинами на этих условиях. Так, еще что? Есть еще один немаловажный вопрос. Под данным домом заканчивается договор аренды земельного участка 30 декабря 2020 года. Муниципальным образованием город Саратов, по моему обращению от Ксиана, был пролонгирован договор еще на три года. Все было подписано и с их стороны, и с нашей. Все было направлено в сторону ЖБК для подписания, так как они имеют по одной третьей доли земли. Но две недели мы данный договор в обратную сторону получить не можем. То есть там, ну, просто все блокируется. Что на поиске председатель администрации будет? Мы направили договоры для подписи. Там подписывается. Там наши страны. Нет, не подписывается. РБК-3 блокирует. РБК-3 блокирует. РБК-3 блокирует. РБК-3 блокирует. РБК-3 блокирует. Нет, уже две недели он лежит на подписи без движения. Теперь вообще жил здесь. И еще дополнительно. РБК-2 блокирует шансов для п priesthoten, обещания был данным. Но он сказал что я уже не хочу платить, а не го Centers в 10-31 миллиона 12 миллионов 13 миллионов бесплатidos. Харк-2? Какой форме все это будет делать? Будет соглашение какое-то подписано? Планируется это соглашение списать? За счет каких средств это будет сделано? Не придем к тому, что придется включать в проездных проблем и уже искать пути решения через масштабные проекты или через мультиференциацию. Какая форма правовать может быть? Мы еще гер подряд, а экономика сходится. Если то, что они говорят, все вернет, все будет экономика. То есть при этом генподряде, я так понимаю, ЖПК должен передать все свободные квартиры, нам в порядке вам. Он пойдет на это или нет? Нет, они готовы пошли, они подписали. У нас есть подписанный договор, но у нас вписаны туда арестованные квартиры. Вам что, 44 квартиры хватит на доставку? Почему? Нет, все остальные квартиры. Смотрите, что сейчас на текущий момент? Хорошо, подождите. Вопрос только в 44 квартирах. Вы говорите, что у вас подписанное соглашение, вы передаете 100 квартир? Не помню. Ну, приятно. Да. На что привело? Ну, начните работу. Можно сказать, мы начали работать, но мы в реальности понимаем, что мы потом не найдем эти деньги на стройку. Подождите, 2-миллинные квартиры за исключением 44 квартир. Начните на те 600 квартир, которые вам отдали, на них когда работу выполняете уже? Зачем вы оттягиваете время на потом? Ну, 5-й дом, когда мне надо 2-й полстой фабилатуры, вы начали с предела с 1-го финансирования, 12 миллионов рублей. Да нет. Вы должны к Сиану или к Сиану 1. Может, ВК 3? Нет. Тридцать там теперь, да. Тридцать? Я даже не разбирал. Там 20 городов. Часть ВК 3. Вы мне доложили, что в 12 миллионов рублей вы отработаете эту сумму и работу запустите. Нет. Первый дом, 5-й дом, 90-й нет такого. 5-й дом закрывается. Ни в дырках, по-первых. То есть, когда вы здесь вроде? Ну, по-первых, какие-то квартиры переданы, по-первых. Они в общем соглашении переданы, из них арестованы. В соглашении, то есть... Данные квартиры переданы. Можете назвать цифру. Вы же поставили их учредителя. Учредитель, я к Сиану. Не помню. Не помню. Да. Вам предоставим информацию. Ну, давайте предоставки. Потому что, вот, если в будущем работ, люди, по крайней мере, увидят. Мы же здесь собрались для того, чтобы, вот, так сказать, закрыть или оттянуть эту проблему. Мы уже начинаем. Вот с сегодняшнего дня мы уже активно занимаемся. Да. В том числе, в вопросах отыскания имущества, наличия состава преступления, возможного мероприятия и так далее. Наложение ареста, да, допустим, в перспективе. Можно задать... Из того, что я говорю, из того, что мы на сегодняшний день слышим, да, есть все признаки состава уголовного наказуемого деяния. Да. Мы уже начинаем, завтрашнего дня, мы работаем уже активно начинаем. Так, послушайте, указания, ну, да, на сегодняшний. Да? Но мы на сегодняшний день можем же уже начать. В связи от того, что вам уже что-то передано, начать работу. Мы ее не остановим. Украинской. Нет, нам не передано стороны ЖБК-3 ничего, потому что все это передавалось... Но соглашение же подписано. Но они же сейчас в аресте. Под это соглашение идет перераспределение долей, если я не ошибаюсь, это порядка 21 тысяч квадратных метров в первом доме, из которых по метражу сейчас не могу сказать, 44 квартиры. они находятся в аресте. Регистрационная палата, данное соглашение и перераспределение долей не зарегистрируют при наличии арестованных, ну, на регистрационные действия. Нисколько не передано. Мы не можем зарегистрировать в арестованной палате. Но они не зарегистрированы в арестованной палате. Как я понимаю, арестованная палата не может освободить всех, потому что чаще из них заходят под обеспечительными мерами. Часто из них находится... Конкретные квартиры, что возникают не общий метр для 21 тысячи. Я так понимаю, мы в ходе профессиональной проверки должны еще ответить. Вопрос, а действительно ли обоснованные требования у них ЖБК-3, значит, Дмитрия Константиновича? Там решилась. Который как раз наложил эти аресты, да? Мы проверим и это тоже. Понимаете? А если мы это проверим, вот реально, да, и найдем, что, значит, основание у меня есть, есть определенное убеждение, ну, уверенность в том, что мы сумеем эту сделку, так сказать, оборочить, да? Тогда мы извинем на эти вопросы и общаемся. Есть один вопрос еще, который на сегодняшний день важен. У нас заседание по банкротству буквально через две недели. Там не только Больский завод, который просит, будем говорить, там 12 миллионов сделать засрочку, но там еще дома РЭП зашел со 140 миллионами просрочки банков. Поэтому в любой момент один из застройщиков у нас становится банкротом. И банкротом застройщик, который мгновенно, будем говорить, там нет наблюдения. И поэтому в данной ситуации есть риск, что мы потом ничего не сможем будем разобрать. Ни 44, ничего. Можно на это обратить внимание? Спасибо. Мы обратим внимание. Спасибо. 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 В конечном итоге будет финансовый разрыв перед подрядной организацией. Я его чем буду закрывать? Собирать деньги с дольщиков? Собирать деньги с дольщиков? А мы не подрядчики у него сейчас. Сейчас у нас есть подряды. Сейчас я работаю по вот этим дизайнерским заложным с дольщиковым. Собирать деньги с дольщиков. Собирать деньги с дольщиков. Собирать деньги с дольщиков. Собирать деньги с дольщиков. Мы надеемся на то, что он все-таки подпишет эти квартиры, и они перейдут в долю к сеансу. Если нет, тогда только будем идти другим путем. Потому что мы реально… Это примерно год. Что-то 5 маршруков. Типломатически мы же тоже задавали по первому вопросу. Если нет, тогда за год год они строят банковку в месяц. Это год плюс полтора года они строят. Первый год. Два года. Ну я задавала на вопрос. Юридических препятствий или нет, типломатически сколько будет строить? Полтора-два года. Тогда вот что приезжает? Собирать и ура просто. Ну конечно, это речный факт. Мы разбираемся, как бы говоря, с документами. Это минимум. Мы знаем по амбасовским домам, и по всем остальным, что это нижний план. И плюс еще поток и лабора. Ну а амбасовские доматы, они там у нас объем работы, это гораздо больше. С точки зрения… Ну то, что могу больше. Там тоже могу больше. Там пирамиды строят, там его свалить в правиле, там разные больше. Тут далеко еще не ушло. То есть самый негативный сценарий плюс три года для того дома. Да? Правильно? Ну… Хотя, если мы признаемся перед людьми, что это сходит с руку, то он свалит через два лет. Вы понимаете? Вот тогда мы точно сами зайдем. Я понимаю. Может здесь вот в этом городе, может, что их точки рвались, но я столжу… Ну пока предугадывать ничего не будем. В целом лучшее… Чем быстрее… Ну нет, я думаю… Ну года два… Все-таки… Значит, потому что… Из того, что вот сейчас есть, да, уже… Знаем… Дела… Да… Ребенное количество дел… И это, конечно, не Амбасов. Значительно меньше. И опыт на работу тоже значительно больше. Тот же самый Амбасов. Те же самые Амбасов. Те же самые Амбасов. И так далее. Они… Значит, это, по сути дела, следствие с нуля начинало. Сейчас уже опыт на работу не есть. Но мы примерно знаем, как эта работа делается. Ну что, коллеги, тогда, если позволите… Дестрой у нас будет карминировать насчет завтрашней встречи. Реолита Александрович. Ну, тогда завтра во что? Не понятно, что… У меня где-то 40 поликлиника на сдачу. Те амбасов. Мы, значит, сейчас потом мы… Сейчас с Александром Михайловичем сляжемся. Тогда завтра в этом контексте по первому дому мы… В общем, вопросы говорим, остаются открыты. Ну, здесь, наверное, если… Иосиф Валерьевич раз поручили с самым коллегом, они завтра предыдущие у меня все скажут, иначе я вот такие… Он говорит, что без реализации отправляют. Да. Вот прям как сегодня. Мы только доступны люди. Празднуем мы добровольные гранты. Мы вам тоже будем учиться. И когда вот с вашей корпорацией сейчас мы обсудим, стоит ли, не стоит с Александром Михайловичем. Ну, наверное, стоит. Они вот уже умеют все. И сейчас, конечно, вот в прошлом следу Огарис получил что-нибудь по пятному дому сроку, и уже там сейчас недовольных, да-да-да-да, задержим, ну, аналит сзади. По первому дому будет нам сложен. И если вы увидите, что они друг другу пишут, то, поверьте, мы не так настроены, активистично. Ну, да-да-да. Никто оптимизирует. Ладно. Хотят, мешают надежду. У нас с таким формом постарались. Хорошо. Делать внимание. Спасибо. У нас с вами. У нас с вами, как это. У нас с вами. У нас с вами, как это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Расскажите, какие надо бумаги, чтобы не искать. Я вам всегда... Выписка какая? Я хочу сказать. Выписка какая? У Амонова есть прям свежая. Обинстрой. Сколько свежая? Месяц назад, наверное. Нет.